Доклад делает Ксения Криткова на тему кастабильность поверхностей Дель Петса. Всем добрый вечер. Как было сказано, сегодня я расскажу про кастабильность поверхностей Дель Петса. Мы уже анонсировали с вами один замечательный результат про эти поверхности, а именно теорему Тиана Яу, которая гласит, что поверхность Дель Петса не кастабильна только тогда, когда она есть раздутие плоскости в одной или двух точках. Доказательство этой теоремы как раз является нашей целью на сегодняшний вечер. Сначала, наверное, стоит напомнить некоторое утверждение, которое мы уже формулировали и будем вновь использовать. А именно саму кастабильность мы уже определяли через инвариант в УТАПе. Это было в самый-самый первый раз очень давно. Этот инвариант именно мы использовать сегодня не будем, поэтому мне не хотелось бы напоминать, как именно он выглядит, но словами напомню. Итак, у нас был некоторый инвариант. Мы рассматривали всякие тест-конфигурации и дальше говорили, что если он для всякой нетривиальной тест-конфигурации не отрицателен, то у нас К полустабильный случай. Если он не отрицателен и равен нулю только в том случае, когда тест-конфигурация типа произведения Product Type, то есть в каком-то смысле X, наше нормальное алгебраическое многообразие X, красивое, представляется в виде прямого произведения, рассматривая исследуемого многообразия на C. Так, на чем мы остановились? Поле стабильный случай. У нас инварианта Дональдс на ПутАПе должен... Можешь вопрос? Да, да, да. А что получается, что наше X, оно не является компактным? Нет, является. Но это же X на C. Ну, это как семейство. А, это же семейство. Да, да, да. Мы же семейство рассматриваем. То есть у нас была прямая C. Над общей точкой, то есть над не нулем, у нас висит слой, который XT, который изоморфен нашему обычному X. А что сидит над нулем, непонятно. То есть может сидеть какая-то специфичная штука, гладкая, особая, неважно. Но вот в случае, когда у нас тест-конфигурация типа произведения, вроде все хорошо. Семейство выглядит довольно просто. Итак, у нас в более стабильном случае инварианту Дональдс на Путаге неотрясателен и равен нулю, только когда наша тест-конфигурация выглядит так. Ну и остается кастабильный случай. Тут все просто. Для всякой нетривиальной тест-конфигурации инварианта Дональдс на Путаге строго больше нуля. Про что мы еще говорили? Во-первых, из этого определения сразу следует ряд замечательных свойств. Ну, свойства раз. Замечательные свойства. Следствия. Заметим, что имеет место следующее включение. Из К-стабильного случая следует полистабильный. И из К-полистабильного, в свою очередь, следует К-полустабильный. И поскольку вся эта наука, она является наукой про то, чтобы понять, чтобы научиться понимать, когда на многообразии фанов существует метрика Келлера-Эйнштейна, то, в общем, замечание, ответ. Нет, метрика Келлера-Эйнштейна существует на вот этом шаге. Ну и, соответственно, вот этом шаге. Отлично. Двигаемся дальше. Также, когда мы говорили про К-полистабильное фана, мы также упоминали, как это связано с группами автоморфитмов в частности. Так, связь. К-стабильности с группой автоморфизмов многообразий. Если мы знаем, что наше многообразие К-полистабильное, то тогда мы можем кое-что сказать про его группу автоморфитмов, а именно, что она редуктивна. Надо напоминать, что это? Нет, наверное, не нужно. Ну, хорошо. Да, мы определением редуктивной группы не будем пользоваться, но заметим, что конечные группы, в частности, редуктивные. Мы будем искать, как правило, конечную группу. И, в частности, есть более сильный результат. А именно, если мы живем в К-стабильном случае, то тогда его группа автоморфитмов не просто редуктивна, она строго конеч. Первый результат был доказан Альцем, Лумом и еще одним человеком. А, и также КСУ, про которого мы уже говорили тоже на первом докладе. И более сильный результат доказан Бумом и КСУ. Тоже в 2019 году. К сожалению, вот это нас не сильно интересует, нас будет интересовать следствие, которое мы докажем и которое будем использовать. А именно следствие заключается в том, что когда группа автоморфизмов конечна, К-стабильность равносильно К-поле стабильности. В одну сторону очевидно, как это доказывать из К-стабильности, просто по определению следует поле стабильность. Теперь пусть докажем в обратную сторону. Пусть мы живем в К-поле в стабильном случае. Тогда для всякой нетривиальной тест-конфигурации по определению, чтобы это не значило. Во-первых, она неотрицательна, и во-вторых, если она равна нулю, только на конфигурациях специального вида. На самой вот этой штуке, поляризованном многообразии, есть и действие Тора, которое действует тривиальным образом. Ну, не тривиальным образом, а очевидным образом на втором множителе. Заметим, что Тор не может действовать на первом множителе, потому что в противном случае мы получили бы противоречие вот этим условием. То есть группа автоморфизмов, она была бы как минимум одномерно и бесконечно. Но это значит, что у нас не просто тест-конфигурация вот здесь она product-type, она более того тривиальна. Сейчас пропустила. Почему наш Тор не может действовать на X? А потому что группа автоморфизмов, конечно, нет, конечно. А, да, понятно. То есть тут не действует Тор. Значит, это по определению, такая тест-конфигурация тривиальная, и значит, мы ее не должны были рассматривать в определении. То есть наш вариант, он строго больше миллиардов. Везде. В определении мы должны рассматривать только не тривиальную конфигурацию. Ну, в общем, конец доказательства. Понятно? Да, понятно. Хорошо. Также мы обсуждали альфа-эн-варианты тех же наших любимых поверхностей Дельгеса. Итак, напоминание альфа-эн-варианты. Двигаемся к доказательству теоремы. Тяна Ялова. Тяна Ялова. Тяна Ялова. Тяна Ялова. где D – это всякий эффективный G-н-вариантный Q-дивизор. Такой, что он численно-эквивалентен минус кон-классу. Тогда, если мы рассмотрим группу, действующую тривиально на иксе, и уберем некоторые слова из определения 1, то мы получим глобальный локоммунический порог альфа-н-вариант просто. Для альфа-н-вариантов тоже есть ряд замечательных утверждений, которыми мы будем сегодня пользоваться. А именно, есть критерии Тиана. Ладно, пусть будет просто теорема. Сейчас, а можно вопрос ко всем? Я вот что-то не очень поняла. А у нас там точно численная эквивалентность? Ну, а какая еще? Вот мне что-то казалось, что там просто эквивалентность, потому что D просто эквивалентность, линейный эквивалентность минус Kx. Ну, это Q-дивизор, он может быть только Q-линейный эквивалентен, но просто численный эквивалентность – это более слабые условия. На поверхностях Тельпеца, например, это все совпадает, поэтому это одно и то же. Но в целом разумно потребовать, мне кажется, более слабые условия в определении. Слушай, ну мне что-то казалось, что в статье Костя Шрамова и Иван Джульцова там, по-моему, все-таки линейная эквивалентность. Ну, они рассматривают по поверхности Тельпеца и многообразие фана. Это для них одно и то же. А, хорошо, ладно, спасибо. Хорошо. Итак, это критерии в одну сторону. Если у нас есть оценка на альтин-вариант, хорошая оценка на альтин-вариант, то тогда при нестрогом неравенстве у нас есть К полустабильность и при строгом неравенстве полистабильность. Но эти оценки можно улучшить в случае гладких многообразий фана. Итак, более сильное утверждение. Если х гладкая, фана, и верно то же самое, то в этом случае х полистабильность. И также есть оценка для просто альтин-варианта, независимого от группы, если просто альтин-вариант. Если для просто альтин-варианта верна такая оценка, то мы живем в К стабильном случае. Это результат кодеки и сана 2012 года. В принципе, теперь мы можем начать доказывать теорему Чана-Ява. Мы ее будем доказывать не за раз, разобьем на 10 лем. Некоторые доказываются аналогично друг другу, а для некоторых нам понадобятся небольшие лирические отступления. Итак, я предлагаю доказать сейчас. Если нет вопросов, то двинемся дальше и доказать первую лему. Все живы? Пока все понятно. Итак, мы знаем, что у нас для поверхности дельпеца они бывают в степени от 1 до 9. Будем двигаться от большой степени к маленькой. Пусть есть поверхность дельпеца степени 9, то есть по 2. Кстати, нет, что-то не совсем понятно. Мы что хотим доказать? Мы хотим доказать... Ага, отлично. Хороший вопрос. Наверное, надо сформулировать теорему, которую мы будем доказывать. Пусть у нас есть гладкая поверхность дельпеца. Тогда она не К-стабильна. Только тогда, когда это либо раздутие проективной плоскости в одной точке, либо раздутие проективной плоскости в двух точках. Доказательство этой теоремы состоит из 10 лем. Ясно. Да, понятно. Ну хорошо. Пусть есть поверхность дельпеца степени 9, то есть S изоморфно-П2. Тогда утверждается, что S, K полистабильна. Но она не может быть К-стабильной, потому что у нее бесконечная группа автоморфитов. Сейчас, Ксения, у вас какое-то противоречие, извините. Вот вы пишете, что поверхность дельпеца К-стабильная во всех случаях, кроме... Не К-стабильна. Да, не К-стабильна. Ну, значит, в остальных случаях... Не полустабильна, видимо. Вот вы определитесь, да, потому что вы же сами нам объяснили, что без К-стабильности следует конечность группы автоморфизма. Да, да, да. А вот дельпец степеней 6, 7, 8 и 9 группы автоморфизма бесконечны. Да, не полистабильна. Значит... Потому что все остальные полистабильны, а некоторые еще и К-стабильны. Да, а вы можете вот явно написать, вот какие К-стабильны, какие полистабильны, какие не... Полустабильны, там... Ну, в общем, можно по-другому формулировать. Потому что у нас есть несколько понятий, и хотелось бы все-таки разобраться, кто что. Тогда вернемся к классификации гладких поверхностей дельпеца. Пусть есть поверхность степени 9, то есть по 2, тогда она К-стабильна. Переходим к поверхностям степени ВОХи. Это либо П1 на П1, которая тоже К-стабильна. Либо раздутие плоскости в одной точке. И такая штука нестабильна. Она... Да, не К-полустабильна. Даже не полустабильна. Пусть есть поверхность степени 7, то есть раздутие плоскости. То есть такая поверхность стезоморфная раздутие плоскости в двух точках. Такая штука тоже не К-полустабильна. степень 6. Можно смотреть на нее как раздутие плоскости в трех точках. Такая штука К-полустабильна. Потому что у нее все еще бесконечная группа автоморфизм. И все, что идет дальше, все К-стабильна. То есть это раздутие плоскости в четырех точках и так далее. Ну, не знаю, надо явно представить себе плоскости. В принципе, можно и других забрать. Нет, можно не выписывать. То есть основная идея в том, что как только группа автоморфизмов становится конечной, у нас появляется К-стабильность. А когда она бесконечна, то у нас есть полистабильность во всех случаях. В лучшем случае. Во всех случаях, кроме двух. Когда у нас вообще никакой стабильности нет. Хорошо, понятно, спасибо. Хорошо, вернемся. К леве. Итак, мы будем это доказывать через альфа-инвариант. Мы хотим показать, что для какой-то группы, редуктивной группы, а именно, ладно, начнем сначала, утверждается, что мы можем выбрать такую конечную группу, подгруппу в группе автоморфизмов, значит, редуктивную, что альфа-инварианта для нее будет больше, чем две трети. Если мы это докажем, то получим К-стабильность по одному из вот этих замечательных утверждений. Предположим, противную. Пусть альфа-инварианты меньше, чем две трети. В частности, наверное, стоит сказать, какие конечные группы бывают в этом случае. Спасибо. Спасибо. Мы хотим, чтобы наша редуктивная подгруппа не имела орбит маленькой длины. То есть, чтобы у нее не было неподвижных точек, одной-двух точек. Сейчас, извините, я чуть-чуть прокомментирую, но вот вы выписали три группы, это простые группы. Да, не все. Да, это, конечно, надо понимать... Ну, например, примитивная конечная подгруппа в морфизмах P2, то есть есть для них классификация, и вот вы выписали только несколько примеров. Вот это простые группы, но их там сильно больше, на самом деле. Да, примитивная конечная. Поэтому небольшой комментарий. То есть нам нужно не просто выбрать редуктивную группу, а чтобы у нее не было неподвижных точек, уже неподвижных точек. И, в частности, для проективной плоскости, если нет же неподвижных точек, то нет и прямых. Потому что, в противном случае, наша матрица, она бы разваливалась на блочную диагональную, да? И это плохо. Сейчас, а вы уверены, что это все примитивные, конечные? Нет, не все. А, ну да. Просто вы написали... Да, да, да. Например. Например. Эта группа клейна, она оставляет неподвижную плоскую, не особую кривую степень 4. Потом рассмотрим... Группа касайтера, она оставляет неподвижную, не особую иконику. И последняя группа оставляет неподвижную, не особую, плоскую, степень 6. Мы хотим, чтобы у нашей группы не было неподвижных точек и прямых. А это все такие... Ну, например. Может быть, есть еще, но, например. Ага, хорошо. Они действительно есть. Можно взять вот эти и дальше проделать те рассуждения. Нам будет неважен точный их вид. Да. Хорошо. Итак, пусть альфа-инварианты для одной из этих групп, например, меньше, чем 2 трети. Это значит, что... Это по определению значит, что существует такое число рациональное, которое меньше, чем 2 трети, для которого пара xd, lambda d, она не лог-канонична. Так, надо, наверное, сказать еще... Дать еще одно определение. У нас уже было два определения альфа-инварианта изначально, и Валентин нам показывал, что они эквивалентны. Ну, и дальше все то же самое. Для всякого эффективного g-инвариантного q-дивизора такого, что он численный эквивалентен в минус-конкурсах. Ну, вот. По определению, значит, есть такое число, когда пара не лог-канонична. Теперь заметим, что у нас множество точек x, в которых такая пара, она лог-канонична, оно не содержит... не содержит тоже инвариантных кривых. Это некоторое утверждение, которое мы используем, но не доказательное. Сейчас. Может быть, лучше прокомментировать, что это обозначение значит LSC? То есть вы сказали, что множество диалог-каноничны, ну, может, определение какое-то дать вот этого множества? Так. Я, к сожалению, не помню точно корректное определение. Почему не подходит то, что я сказала? Ну, вы сказали, что это множество точек, в которых пара лог-канонична. Но она лог-канонична. Не лог-канонична. Не лог-канонична? Так, стоп, умеет лог-канонична особенность. Почему нет? Ксения вроде как более-менее правильно говорит, неравенство в другом стороне должно быть. Ага. Или это мы тут все что-то не понимаем? Нет, нет. Хорошо, да. Наверное, можно так сказать. То есть это множество точек, в которых... Ну, единственное, что вопрос в строгом неравенстве или в нестрогом. А, то есть строго лог-канонична особенность. Да, если у вас дискрипантность минус 1 достигается, например, в какой-то точке, то эту точку вы включаете по множеству или нет? Да, мы включаем. Должны. Включайте. То есть, ну, тогда неверно говорить, что это множество точек, в которых наша пара не лог-канонична. Потому что если дискрипантность в точности минус 1, то вы все-таки включаете. Да? Но у вас эта пара лог-канонична. То есть, наверное, можно сказать так, что вы рассматриваете какое-то лог-разрешение, потом берете все дивизоры, у которых дискрипантность минус 1 или меньше, и берете их образы. Наверное, вот так можно. Ну, и дальше там легко показать, что это не зависит от выбора лог-разрешения, например. Наверное, так. Понятно? Ну, да, да. Может быть, лучше напишите, вот там, по определению. Берем лог-разрешение, берем объединение дивизоров с дискрипантностью меньше либо равной минус 1 и берем их образы на х. Что дальше? Дальше берем множество объединений яитых, таких, что для яитых выполнено там какое-то условие, и берем их образы. Так, больше. Здесь, наверное, будет больше либо равно, чем единица, чтобы в другую сторону перейти. Да, я как раз хотел спросить, что значит, что пара имеет особенность по вот этим типам точки. Вот из такого определения вроде что-то понятно. Да, это значит, что центр дивизора с соответствующей дискрипантностью то есть, это значит, что дивизор с соответствующей дискрипантностью попадает вот в этот центр. По определению, центр – это как раз то, куда этот дивизор падает. То есть, центр нормирования. Потому что все эти дискрипантности – это на самом деле функции от нормирования на поле функций. Вот, поэтому… Ну да, вот вы, Ксения, напишите дальше, что вы берете объединение по всем… Объединение мю… Точнее, мю от объединения всех таких яитых. Сейчас, у меня глупый вопрос. Мне не кажется, что неравенство должно быть в другую сторону. Нет, не должно быть. Ну, по-моему, все-таки в другую сторону. Потому что Ксения перенесла вот это аито-яито в другую сторону, оно должно было быть там справа. Если бы оно было справа, то тот коэффициент должен быть… А, или нет, или действительно… Ну да, по-моему, да, действительно. Такую сторону, да. Так, что мы дальше делаем? Ну, берем мю от всех таких яитых. И зачем, что нам это должно? Сейчас, а еще надо что-то с дейтами сделать. Там тоже должно быть неравенство. Чего сделать? Ну, нам еще надо написать, что… Ну, мы написали, что у нас аиты больше всего единицы. И еще нам нужны какие-то условия на коэффициенты педивизоров в D слоной. Ну, или просто в D, чтобы выразиться. А, да, совершенно верно. Потому что действительно нам надо взять те компоненты D с волной, у которых коэффициенты тоже больше либо равны единице. Да, нам надо объединение по всем таким взять. Спасибо. Нет, кстати, Ксения, простите, я вас еще немного перебила здесь. Да, здесь надо… Вот вы написали, что вот мы берем такие яиты, что аиты больше, ну, единицы, да? И вот мы должны посмотреть на образ таких яитых. И вот образ таких яитых как раз-таки и будет лежать вот в нашем L-C. Хорошо. Так, убедительно? Ну, да. Это не включение, это равенство. Что, ну… Нет, это не равенство. Ну, что мю от е объединить с мю от какого-нибудь там D штрих равно L-C. Подожди, ну, Костя, ну, правильно понимаю? Ну, подожди, ну, Костя, ну, то, что было написано до этого, было правильно. Было правильно, но это было не все определение. Ну, она еще не дописала. А, извините. Тогда полностью эта штука, это мю от е и мю от тех прообразов D, где коэффициенты больше или равны тениса. Угу. 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 Да, хорошо, только вместо плюсика, мне кажется, лучше объединение написать. Вот теперь утверждается, что такое множество не содержит кривых. Это факт, который мы не будем наказывать, но он следует как раз из выбора нашей группы. То есть, если бы мы выбрали группу, у которой были неподвижные точки или неподвижные прямые, то это было бы неверно. Это факт один. И также есть еще один факт, который говорит нам, что более того, эта штука должна быть связана. То есть, если нет кривых, значит, есть только точки. Какое-то объединение точек. Но факт 2 говорит, что есть только одна точка. Скажем, первое. Но мы пришли к противоречию, потому что мы выбирали группу таким образом, чтобы жин-вариантных точек не было. Значит, альфин-вариант все-таки больше, чем. Мы запутались в обозначениях и в какой-то момент стали обозначать x как s. Так что дальше вернемся к привычным обозначениям. Значит, альфин-вариант поверхности все-таки больше, чем 2 третьих. И наша поверхность k более стабильна. Альфин-вариант поверхности все-таки больше, чем 1 точка является таким локусом? Или в чем суть происходящего? У нас есть два факта. Первый из них утверждает, что такой локус не содержит жин-вариантных кривых. Значит, это что-то размерности 0. То есть объединение точек. А второй факт утверждает, что это множество, оно должно быть связано. То есть может состоять только из 0 точки. Когда вы говорите, что связано, там должно быть d или лямбда d? Потому что у вас d, оно пропорционально минус kx. Лямбда d. Лямбда d, правильно. Да, вот здесь это важно. И да. Потому что, ну вот, факт 2. Можете прокомментировать? Все-таки мы эту теорему проходили в прошлом семестре. Все-таки, ну, ее, может быть, известный. Про связанность в экономических центрах. Нет, нет, я не смогу прокомментировать. Ну, это вот теорема Шакурова о связанности, которая у нас была на последней лекции в прошлом семестре в спецкурсе по операциональной геометрии. Наверное, Настя помнит, да, хорошо, эту теорему? Ну, помню, да. Ну, вот это она и есть. Что, так как у вас лямбда меньше единицы, то у вас эта пара минус kx минус лямбда d, она обильна, вот. А отсюда следует из обильности, да, что как раз по этой теореме, что множество логкленических особенностей, оно связано. Вот. Поэтому у вас, если это набор точек, то это только одна точка, а значит, у вас есть же инвариантная точка, а значит, ну, есть такая тоже теорема, что если у вас группа эффективно действует на многообразие и есть неподвижная точка, то представление на касательном пространстве к точке, оно эффективно. Вот. Ну, а дальше у вас возникает теория представлений, то есть, что, ну, она эффективна, и, а если у вас нет маломерных представлений, в данном случае двумерных, то вы сразу и получаете противоречие. Понятно? Да. Ну, да, да. Хорошо. Так. И у нас есть еще Лема-2, которая про квадрику, которая утверждает, что квадрика, она тоже пока более стабильна. Доказательства, в принципе, аналогичны тому, что было выше, то есть, также мы будем, докажем, что альфа-вариант для какой-то группы, он больше, чем 2 третьих, больше или равен, чем 2 третьих. Также можно показать, что множество лог-канонических особенностей, оно не содержит кривых, кривых, что оно связано, и аналогично прийти к противоречию, можно прийти к противоречию, получить как полюс стабильность. Но надо сделать несколько замечаний касательно того, как мы будем выбирать группу. Мы от группы на этот раз хотим, чтобы выбрать такую конечную группу, такую конечную тут группу. что она, во-первых, не имеет уже неподвижных точек, S не имеет уже неподвижных точек. не имеет же вариант кривых без степени 1,0 и 0,1, и также кривых без степени 1,1. Продолжение следует... Например, можно выбрать... Ж, либо так... Такие группы действительно у них нет... У поверхности S нет неподвижных точек, если мы выбираем группу таким образом, и нет кривых высокомян. А дальше все аналогично. А вот чтобы доказывать... опровергать стабильность, чтобы показать некую полустабильность поверхности степени 8, поверхности степени 7 и растуте плоскости в одной точке, мы будем использовать беттен вариант. Итак, пусть X... Многообразие фона... Размерности N... Тогда беттен вариантом называется число... Я позже скажу, что такое E... Где вот эта штучка, это лог дискрипантность... То есть единица плюс отмечная дискрипантность... Некоторый интеграл... Единица делена на степени... Многообразие фона... И некоторый интеграл... Теперь... Что есть? E... Сейчас, извините... А, вы сейчас и будете комментировать, да? Да, да, что такое E... Что такое объем... Извините... Что такое Mew... Ладно... Рассмотрим... Здесь Mew... Это лог разрешения... На Y-пеке мы выбираем неприводимый дивизор... Не обязательно включить именно... Будем называть его дивизором над X... Сейчас, извините, все-таки комментарий... Не обязательно лог разрешения... Это любое... Просто... Да, да, да... Любое многообразие, на котором... Это правда... Е реализуется как дивизор... Волю... Это функция объема... Которая можно... Определяется на дивизорах... Следующим образом... Д... 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 От такого выражения... Все, я пропустила... Это буквально... Буквально... Е... Не обязательно исключительно... А, нет, прошу... Ну, то есть, если Е... Это дивизор на X... То, например, Mew может быть тождественным... А что значит... Е... Фактор по X? Это... E над X... Хорошо... А что такое... E над X? Это... Такой... Непереводимый дивизор... С Y... Для... Разрешения Mew... Ну, опять же... Mew... Это не обязательно разрешение... Это просто любой... Биррациональный морфизм... То есть, Y может быть, например... Особым... Просто здесь важно, что... Е... Это дивизор на Y... То есть, на X... Образ Е... При морфизме Mew... Он может быть... Там, не знаю... Точкой... Или, не знаю... Кривой... То есть, это может быть не дивизором... Но на Y... Это дивизор... То есть, это значит, что... Нормирование... Соответствующее... Е... Оно реализуется как... Дивизориальное нормирование... В поле функции Y... Которое отождествляется с полем функции X... То есть, это вот... Некоторая реализация... Нормирование Y... Дивизором... Хорошо... Двигаемся дальше... Итак... Вот это определение... Что такое A? Где A? А... Это LOG дискрипантность... А это... Обычная дискрипантность... Ну вот эти... АИТы, которые мы уже где-то писали... Дискрипантности... Да, хорошо... Угу... Теперь коротко о том, как считать объем... Если... Я что-то, кстати, позабыла... Там же вот эти A... Они же зависят, конечно же, от разрешения... И мы требуем... Да-да-да... Да-да-да... Скрипантность... Если... У нас имеется... Неопредизор... То есть... Который... Пересекается... Неотрясательно... Со всеми эффективными кривыми... То... Объем... Считайте... Очень просто... Это просто... Высшая степень... Самопересечения... Ну, в случае поверхностей... Это просто... Для квадрата... Еще хороший случай, когда... Дивизор D... Не обязательно нет, но псевдоэффективный... То есть... Является пределом R-дивизоров в... Не в конусе, да? Да. Если дивизор псевдоэффективный... То для него есть разложение зарискового... Я тоже скажу, что это... На положительную... Можно развить его на... Две части положительную и... Отрицательную. Так что... Объем дивизора... Просто будет совпадать с объемом положительной части. Теперь, что такое разложение зарискового? Сейчас разложение зарискового... Только для размерности двух. Сейчас разложение зарискового... Или нет? Или нет? Да. Хорошо. На самом деле... Я рассматриваю только для проективных... Главких проективных поверхностей. Наверное, можно... Есть обобщение, но я его не знаю. Ну да. Совершенно верно. Определить можно в любой размерности. Там есть, на самом деле, разные варианты для разложения зарискового. Но в размерности два есть теорема о том, что разложение зарискового существует. Вот именно такое классическое, как оно и было определено с зариским. То есть, грубо говоря, это разложение дивизора на положительную и отрицательную часть. Вот. Но в высших размерностях там есть обобщение, но оно уже там не всегда существует. Там это чуть-чуть тоньше. Итак, мы рассматриваем гладкую проективную поверхность. Псевдоэффективный Q-дивизор на ней. Тогда существует разложение зарискового. А все ли помнят, что такое псевдоэффективный дивизор? Или надо напомнить? Ага. Ну, Ксения так что сказала. Это там предел... Да. Это предел эродивизоров в нефтконусе. Ну, да. То есть, этот дивизор... Наш нефтконус, он может быть не всегда замкнут. Да, да. Совершенно верно. Ага. Где P нефтдивизор? N это аналог исключительного дивизора. В каком-то смысле. То есть, с одной стороны. Так. N можно представить. Видите. Сейчас, что-то мне кажется, мы все перепутали. А там не обильных дивизоров? Нет. 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 Мне кажется, что нефт, по-моему, должен быть замкнут все время. Кость, это правда или нет? Что именно? Что конус нефтдивизоров он замкнут? Ну да. Ну так... Сейчас. Только что Ксения сказала, что конус... Конус эффективных дивизоров. А, да-да-да. Эффективных дивизоров не всегда замкнут. Не обязательно замкнут. А не замкнут. Тогда... Сейчас, а мы... Эффективный — это предел в конусе эффективных. Точно. А, хорошо. Да. Это замыкание конуса эффективных дивизоров. Вот. То есть, с одной стороны, все компоненты дивизора N, они не пересекаются... Пересекаются тривиально с F, с нефтдивизором. И, с другой стороны, такая матрица, она отрицательно определена. Такое разложение существует. Это теорема. Так, лема 3 будет про раздутие. Преактивной плоскости в одной точке. Тогда поверхность не как полустабильна. Я, кажется, забыла упомянуть численные критерии Fujita-Li. Это важно. Для бета... Чем хороший бета-инвариант? То, что для него существует критерий, позволяющий перекидывать... Ну, то есть, через этот критерий можно, в принципе, определить каст-стабильность. То есть, если у нас бета-инвариант, например, строго больше нуля для каждого дивизора E на X, то мы живем в каст-стабильном случае. И наоборот, если живем в каст-стабильном случае, то бета-инвариант больше нуля. Если он не отрицательный, то живем в каст-стабильном случае. А вот что такое полустабильный? Полустабильный случай я пока не буду говорить. В общем, численные критерии. Сейчас, а бета-инвариант, он как-то чувствует полустабильность или там что-то слово? Да, он чувствует. Просто нужно требовать налагать на E дополнительные условия. А, хорошо. Теперь коротко о том, как это доказывать. Наверное, мы докажем только следующую лему, потому что доказательства лему-3 и лему-4 для раздутия плоскости в двух точках, они, в общем-то, аналогичны. Мы хотим найти такой дивизор над поверхностью, что бета-инвариант от него будет меньше нуля. Тогда мы получим как раз такие отрицания к полустабильности. Ну, в случае раздутия в одной точке, в общем-то, примерно понятно, наверное, как это делать. Мы знаем, что это линейчатая поверхность, мы знаем ее конкласс, мы можем рассмотреть тождественный морфит. Так, идея доказать высоту. Положим биррациональный морфизм равным тождественному. И просто можно посчитать бета-инвариант, выбрать такую кривую E, минус один кривую E. что бета-инвариант от нее будет меньше нуля. Ну ладно, двигаемся дальше. А все-таки вы нам не расскажете, какого именно E надо это вычислить? Можно все-таки лучше сделать это вычисление, потому что оно несложное и она покажет, как с этим работать. Потому что действительно бета-инвариант в таком простом случае можно посчитать и убедиться, что он отрицательный. Если мы будем смотреть на поверхность F как на линейчатую поверхность, то мы знаем, что у такой линейчатой поверхности F1 есть единственное отрицательное сечение E. то отрицательное сечение, которое пересекается само собой по минус единиц, то мы можем положить, взять в качестве E такое сечение. Такое отрицательное отрицательное сечение. Если это проекция на баде, тогда мы знаем, что кон-класс это так, 3. И также пусть L это слой. Ну, это и есть разложение с Аристского в данном случае. Это положительная часть. Разложение с Аристского? Да. Почему? Сейчас, ну подождите, но у вас сам минус КС, он вполне себе нет, потому что он вообще обилен. А разложение с Аристского вроде как единственное. Поэтому для минус КС разложение с Аристского привиально. То есть минус КС это положительная часть. Отрицательное просто нет, потому что эта штука, потому что минус КС, в частности нет. Да, ну вот единственность это совсем легко понять, что у вас есть два разложения, там используете стандартный трюк, там переносите и получаете, что они сходят. Ну, тогда для тождественного рационального морфизма об дискрипантность это единичка. И дальше у нас будет интеграл не до бесконечности до тех пор, пока… Там не двойка должна быть? Где двойка? Ну, bx, а тут должна быть двойки, потому что у нас там должна стоять log дискрипантность плюс один. Нет, log дискрипантность это есть обычная дискрипантность плюс один. Ага. Дискрипантность равна нулю, поэтому здесь не двинница. Ага, спасибо. Сейчас, только у вас в скобках что-то странное стоит, там должно быть 3l плюс 2e. Да, 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 плюс 2e минус 3e. И также мы хотим, чтобы вот эта штука, она была… Ну, нам не нужно считать интеграл до бесконечности. Нужно считать только до тех пор, пока выражение внутри скобок не в дивизорах. Но это то же самое, но это дает нам оценку на t, то есть нужно считать интеграл от нуля до двух ключей. Да, давайте я еще чуть-чуть прокомментирую, что у вас стоит там в изначальном определении объем по всем таким t, что дивизор остается псевдоэффективным. Но вот здесь для такого выбора e у вас замечательным образом псевдоэффективный порог совпадает с неф-порогом. То есть у вас вот этот дивизор для всех t, он псевдоэффективен только тогда, когда он неф. А для неф-дивизоров объем – это просто самопересечение. Вот. Поэтому вот вы вместо объема и пишете квадрат дивизора, да, и интеграл считаете от нуля до двойки. Эх, надо считать. Сейчас я не очень знаю, а что происходит, когда он перестает быть псевдоэффективным? А, тогда… Тогда, видимо, интеграл… Тогда объем равен нулю должен быть. Совершенно верно, потому что по определению… А, по определению… Сейчас, по разложению за риском, да? Ну, нет, просто по определению объема, то есть у тебя нет никаких… А, потому что h0, ну да, понятно, хорошо. А мы запутались. Тут должен быть не плюс, а минус. Как же так? Я вас обманула. Итак, внимание, тут минус. Да, действительно, минус, да. Отлично. Меньше нуля, значит поверхность не как полустабильна, значит не как полустабильна и не как стабильна. Но это… Я же… Значит… Если… С делом, Вину… Раздутия в двух точках уже интереснее. Во-первых, фиксируем сразу исключительно дивизоры, минус один кривые. Это исключительная кривая. На нашей поверхности F можно найти еще одну такую кривую, минус один. Собрать ее еще фиксируем на плоскости. Тогда можно придумать еще одну минус один кривую на поверхности. Мы хотим, чтобы... Она, во-первых, должна быть эффективна. И кажется так. Проверим. Сама с собой она пересекается по минус единице. Должна пересекаться с другими прямыми, другими эффективными кривыми положительными. Если считать для Е1, то аналогично для Е2. Итак, у нас есть три минус один кривые. Выразим через них конкласс. Минус конкласс. Если изначально это было 3L плюс... Итап терминах минус один кривых, конкласс поверхности, можно представить следующим образом. Мы запутались где-то. Правда, Ажа? Да, потому что там четверки должны быть. Вместо минус двой. Так, четверки. Значит... Я вас не обманула здесь, потому что мы хотим получить что-то другое. Мы хотим, чтобы получилось вот так. Да, еще четыре должно быть. Четыре не должно быть. Сейчас, откуда? У вас же Е равно L минус Е и Т. А потом у вас L... Ну, должно же быть Е плюс Е1 плюс Е2. Да, да, да. Да. Значит, я где-то вас опять обманула. Я поняла, где. Я поняла, где. Вот тут, наверное. Да, да, да. Ну, да, то есть антиконкласс – это система кубик, проходивших через две точки. Вычислим бета-инвариант от кривой Е. Вот этой кривой. Также положим μ. Рассмотрим тождественные эмберациональный морфизм. Тогда лог дискрипантности опять единичка. Степень поверхности Дальпеса мы знаем. И надо посчитать объем. Чтобы посчитать объем, нужно знать, когда выражение, когда аргумент не в дивизор, а когда он эффективный. Итак, аргумент не в дивизор, как бы его обозначить, или красивый, что ли. Так, L в этом случае дивизор L, красивый, должен пересекаться со всеми кривыми, эффективными, не отрицательными. И из этой системы уравнений мы получим оценку на T. То, что T у нас должно быть не меньше, не больше, чем 1. Ну, если вот это посчитать, то так и будет. А верхнее уравнение нам ничего не даст. Убедительно? Ну, значит, тут вы говорите, что как убедиться в том, что дивизор нефт. Вам надо пересечь с образующими конусок кривых. А как устроен конус кривых? Он как раз порожден E1, E2 и E. Да, минус кривыми. Вот, поэтому вы эти условия считаете, ну и получаете условие, что T меньше или парамет единицы. Ну, да. Дальше мы хотим, чтобы наш гигазор был эффективен. Как это можно увидеть? Можно вернуться к прежним координатам, то есть к системе L, E1, E2. Там будет понятно, что понятно, и оттуда мы получим еще одну оценку на T. То, что T для псевдоэффективных, аргумент псевдоэффективный, когда T меньше, не больше, чем 3. Понятно, непонятно. Ну, даже отсюда, наверное, видно. Да, понятно, что если T меньше либо равно 3, то он действительно псевдоэффективный, потому что это сумма трех эффективных дивизоров. Вот, ну и наоборот, тут можно понять, что, ну вы же знаете, как у вас конус кривых устроен. Да. Вот, ну а конус кривых – это и есть конус эффективных дивизоров. То есть он порожден E, E1 и E2. Если у вас T больше 3, то вы за этот конус выскакиваете. Вот, ну отсюда следует, что… То есть в данном случае понятия псевдоэффективные и эффективные, они совпадают, потому что у вас конус замкнут. Вот, просто конус кривых. И теперь мы можем посчитать функцию объема. То есть, во-первых, у нас предел интегрирования будет от нуля до единицы и от единицы до тройки. И в первом случае объем – это… L красивая в квадрате, а во втором случае это 3. Да-да-да, вот так. Это такая функция. Ну, потому что, я говорю, мы вернемся к системе L, E1, E2. У нас останутся исключительные дивизоры, которые живут в отрицательной части разложения за рисково, а за положительную часть будет отвечать только собственный образ прямой. То есть у нас будет 3 минус T L плюс что-то отрицательное. И останется 3 минус T в квадрате. Ну, а здесь это 7 минус T минус T квадрат. И если мы это вычислим, то получим минус 4,21, меньше нуля, отлично, нет, к полустой бедности. Двигаемся дальше. Пусть у нас есть поверхность в степени 6, тогда утверждается, что она полистабильна. Она все еще аторическая, и поэтому, то есть группа автоморфизма с ее не конечной, и она не может быть просто стабильной. Можно рассмотреть представление Вейли для группы автоморфизма. Сейчас поймем, если это непонятно, то я расскажу про это дробнее. И в данном случае, в данном случае это группа диедра порядка 12, ну, точнее, по-другому. Это группа перестановок S3, нациклическую группу порядка 2, что в свою очередь группа изоморфной группы диедра порядка 12. Такое утверждение, не знаю, всем знакомо или не всем. Так, я неправильно сказал. Там ортогональное дополнение к решетке о рожденном конкулах. Не знаю, надо это объяснять. Не, я не очень понимаю, что написано справа. Что такое W? Это группа Вейли. Хорошо. Так, у нас в группе Пикара живет вот такая подрешетка. Убедительно. Да? Это да. Да. Теперь рассмотрим ее ортогональное дополнение. На этом ортогональном дополнении есть также… Ну, на решетке Пикара есть форма пересечения, потому что мы знаем, как дивизоры пересекаются. И поэтому такое ортогональное дополнение, оно изоморфно-квадратичные решетки корней. Где D, D это 9 минус N в нашем случае, а N это количество точек, в которых раздуваем поверхность П2. Теперь мы рассмотрим подгруппу изометрий в ортогональном дополнении, которое порождается отражениями… Я знаю, что-то у Куда еще раз не поняла. Это квадратичная решетка. Что это такое? Квадратичная решетка корней. Так. Насколько я понимаю, не знаю, может, в таком обозначении более понятно? Это мне на самом деле ни в каком не понятно. Хорошо. Так, у нас есть какие-то образующие в Пикаре. Допустим, класс собственного прообраза прямой и исключительные дивизоры. Мы можем найти… Так, перейти к новому базису. Кажется, так… Я запуталась… Переходим к новому базису. И у нас этот базис, он будет нормированным в том смысле, что матрица пересечений, она выглядит вот как-то так. Где n-1 на диагонали? Сейчас поменяли. Вот. Ну, такой штуке соответствует… У нас же есть соответствие между диаграммами Денкина и поверхностной модели Песа. В определенной степени. Я к этому и веду. А, ну хорошо, понятно. Значит, здесь у нас соответствует вершинам, а ребра там будут соответствовать пересечениям. Да. Хорошо. Вот, а теперь мы на этом ортогональном дополнении рассматриваем подгруппу вейля, которая прождена отражениями минус 2 кривой. Ну, в принципе, господи. Группа вейли – это устоявшийся термин, но можно его без кавычек писать. Ну да, в смысле эта штука называется так? Порождается? Окей. Ну это значит, что у нас отображение комморфизма из группы автоморфизмов в изометрии решетки пекара. Вот, он определяет гомморфизм из автоморфизмов вот такую решетку. Ой, группу вейли. Называется представление вейли? Вроде бы. Почему такая тишина? Ничего не понятно? Сейчас, понятно, у нас есть естественное отображение комморфизмов С в О от пекара. Да. Хорошо. Откуда у нас берется РО? Ну так, мы просматриваем в этом в О от пекара подгруппу изометрии, которые порождаются отражениями минус два кривой. Это типа ограничения? Мы ограничиваем этот комморфизм на ТОРО. Ну, чуть не очень понятно. У нас, хорошо, но у нас есть какой-то какой-то морфизм из автоморфизмов. Из всех автоморфизмов в ортокональную группу. Хорошо. Почему это почему этот морфизм можно ограничить? Почему образ будет в группе вейли? Я не понимаю. Понятно, что, скорее всего, значит, вот это отображение, которое написано сверху, оно не будет с реекцией, видимо. Но оно не всегда астри. Да, оно. То есть утверждается, что на самом деле образ – это будет группа вейли. Так ведь? Ну, стоп. Нет, почему? Смотри, образ ро-отоморфизмов не всегда будет группой вейли. То есть для каких-то поверхностей Дель Пеца у нас автоморфизма складывается. Ну, короче, робот инъективно для каких-то не будет инъективным. Нет, нет. Я имею в виду, что… Хорошо. Давай скажу так. Образ отображения, который написан сверху, то есть из автоморфизмов в ортокональную группу, он содержится в группе вейли. Это правда? Да. Ага. А, ну, видимо, потому что краски порождаются действительно. Да. Отражения может быть это правда, но я пока не знаю, почему. Ладно. Ладно, давайте это пока опустим, чтобы хоть как-то идти дальше. Итак, в общем, группы вейли, они… точнее квадратичные решетки, о которых правильно говорилось, они в зависимости от степени, там, бывают разных типов, в частности, когда степень поверхности дольпеса равна 6, у нас решетка заморфная. Такой решетки. Ну и так далее. Ладно, мы дальше уже не будем перечислять. Нам еще понадобится тот факт, что при… когда степень поверхности дольпеса меньше, чем 6, отображение ρ инъективное, и значит группа автоморфизмов конечна. Ну, потому что она вкладывается в конечную группу, в конечную, понятно. Так, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что для нашей поверхности, точнее, для группы ее автоморфизмов есть вот такое отображение. и здесь мы получаем произведение группы перестановок трех элементов на циклическую группу порядка два. И в ядре в… у нас будет лежать двумерный тор. Ну, двумерный тор действует на поверхности понятно как. То есть у нас была предкидана плоскость, на ней действовал тор, и значит это действие, оно как-то поднимается на нашу поверхность. Окей, пусть мы выбрали на нашей поверхности, на нашей плоскости предкиданы три точки. Во-первых, мы можем рассмотреть преобразование кремона, то есть раздутие этого в поверхности S. Тут вместо точек уже будут исключительные кривые. Потом еще одни минус кривые будут проходить через соседние. В общем, вот эти новые появятся еще три кривые исключительных, и мы их можем ждуть. Ладно, или и так, не важно. мы опять вернемся на противную плоскость. Не только здесь у нас были координаты x, y, z. Предположим, что они все не равны нулю. Тогда такая точка будет переходить нулю. Ну и это как раз индустрирует действие группы mu2, то есть группа порядка два. а s3 действует просто перестановка координат. Эти два действия коммутируют, поэтому вот есть действие вот этой штуки. Ну, в общем, у нас есть такая точная последовательность и понятно, что, во-первых, в группе 20 звездочек взялось. Почему это и это? Ну, это как раз такие продолжения вот этого утверждения, что при когда d больше 6, то у нас ядро всегда какой-то тор. В частности, при d6 это двумерный тор. Так. То есть это не очевидно? Да, это не очевидно. Что именно не очевидно, извините? Когда d6 или больше, то у нас ядро тор размерности 2d-10. Не, ну, слушайте, у вас же в любом случае связная группа, она на решетке действует тривиально. Вот, поэтому то, что тор действует тривиально, это очевидно. Ну, а то, что это максимальная связанная группа, ну, в принципе, тоже понятно. Если вы знаете автоморфизмы P2, это PGL3, дальше вы фиксируете три точки, и там просто пишите, какие матрицы у вас остаются. Вот, ну, там получается кросстор. А, ну, точно, да, мы еще вроде это даже проделали. Хорошо. Да. Хорошо. Ну, в общем, конечную подгруппу выбрать определенно можно, потому что можно. И на самом деле можно даже выбрать такую конечную подгруппу, что не будет же инвариантных кривых. Например, 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 так, скажу. В общем, теперь, сейчас и далее мы хотим выбирать конечную подгруппу, такую, что S не имеет же инвариантных кривых. и также мы теперь хотим, чтобы у нас инвариантный пикар в поверхности он был одномерным и прождался минус конкласса. Ну ладно, конкретную группу я называть не буду, наверное, но утверждается, что такую выбрать действительно можно, потому что тоже существует классификация группы, для которых верно вот это конечный групп. Это следует из G вариантной программы минимальной модели размерности 2. И для какой-то группы также будет верно, что не будет же инвариантных кривых. Ну а дальше аналогично лиметь. Ну короче, вот такой полонаброс доказательств. И заметим, что дальше в общем-то мы уже во-первых ожидаем, что у нас поверхности будут кастабильными, а во-вторых мы это уже знаем, потому что Валентин нам рассказывал про альфа-эм вариантов поверхностей и все они были больше, чем две трети. То есть и с другой стороны мы знаем, что группа автоморфизма конечна, поэтому поверхность стабильна. вот, ну можно времени уже на самом деле очень мало, можно конечно доказать еще что-нибудь, как по ощущениям. Не, я думаю, что можно на этом остановиться и в следующий раз продолжить. вообще еще в планах посчитать дельтен варианты для таких поверхностей. Ну, не для всех, десяти, конечно, но как раз таки для поверхностей степеней пять, четыре, три и так далее до одного. в принципе можно в следующий раз начать с этого считать дельтен варианты. Попробуй, да, сейчас, а можно на секундочку выше? Да. Значит, что произошло, значит, нашли какую-то группу и аналогично леми-один показываем, да, что... Показываем, что альфа-ин вариант, да, больше, чем две трети. Понятно. Ну, точнее, мы не нашли, я утверждаю, что такую группу можно найти, но не называют эту группу, да. А вы нам ее назовете или это будет секретом? Это секрет, да. Понятно. Хорошо, тогда в следующий раз может быть вы нам этот секрет приоткроете. Вот тогда спасибо за доклад. Вот. И есть ли какие-то вопросы? Так. Ну, если нет, то увидимся. У меня вопрос, Ксения, а ты в следующий раз займешь всю лекцию? Скорее всего, да. Да, тогда увидимся на следующей неделе. Ориентируемся, что тоже в Zoom, вот, а там по ситуации. Вот. Ладно, тогда счастливо. Пока. Пока.